У нас новый дизайн. Спасибо Таеру из Казахстана. Пишите в комментариях, как вам. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Когда-то давно по планете бродили динозавры и был только скайп. Сегодня сервисов для видеоконференций существует огромное количество, но раз появляются новые, значит есть в этом какой-то смысл. В любом случае это конкуренция, конкуренция всегда хорошо. Тем, кто не любит Zoom, а я знаю, что такие есть, я предлагаю взглянуть на XROOM. У XROOM есть бесплатный тариф с ограничением в 6 участников для конференции, когда говорят все, и 12 для вебинара, когда говорить можете только вы. Если вас это ограничение не отпугивает, давайте заглянем внутрь. Дальше существенных ограничений нет. Сразу скажу, что регистрироваться здесь не обязательно, только если вы планируете переходить на оплатный тариф. По сути этот же пишите, запустили комнату, общаетесь. Но я все-таки зарегистрируюсь для красоты. Все. Здесь указываете имя комнаты, можно выбрать какое-то сложное, чтобы исключить заход случайных зевак, но от таких тут есть паролирование и закрытие комнаты. Здесь выбираете конференции или вебинары, можно заглянуть в настройки. Вот это интересная штука peer-to-peer. Вообще XROOM позиционирует себя в первую очередь как защищенный сервис, заявлено шифрование при передаче информации через их сервера, но если вам нужна максимальная защита, то есть обмен напрямую от пользователя к пользователю минуя сервера XROOM, можно включить эту функцию и общаться напрямую, но у меня она не заработала. Скоро появится и на вашей улице, написали разработчики. Ну а остальное все работает. Тут вводите имя, можно выбрать аватар и войти. Значит, что мы имеем? Ну такой вполне милый интерфейс. Я бы сказал, что он мне нравится больше, чем Zoom. Даже не знаю чем. Он более интуитивен, что ли? Здесь настройки. Разрешить аудио. Вообще-то, конечно, лучше было сделать сразу. Там на входе поставить галочку разрешить браузеру. Ну то есть предоставить доступ к камере и микрофону. Тут могут быть сбои, у меня был сбой по звуку. В конце покажу, какую галочку имею в виду. Тут забавно, что есть выбор частоты дискретизации. 22 килогерца для голоса достаточно. Ну и выбор источника. Также настройки видео. По умолчанию всего достаточно для простого общения. Ну и с настройками все. Здесь ссылка на комнату. В Zoom она сильно запрятана и вообще там все как-то с этим усложнено. Здесь просто ссылка, скопировали, отправили. Далее включить камеру, выключить камеру, включить, выключить микрофон. Ну в общем это все стандартно. Поделиться экраном. Далее закрыть комнату и установить пароль. Сейчас попробуем закрыть, но сначала посмотрим, что есть еще. Еще хочу сказать, ну то есть поднять руку и плагины. Тут есть возможность доустанавливать внешние плагины. Выйти. Здесь чат и участники. Ну в общем все как везде. Просто оформлено, на мой взгляд, лучше и понятнее, чем везде. Так, ну и попробуем подключиться к конференции с телефона. При переходе по присланной ссылке он не просит установить приложение, ему достаточно браузера. Указываем имя и мы в эфире. Мне кажется предельно понятно и просто. Включили камеру, разрешили использовать камеру. Включили микрофон, разрешили использовать микрофон. Вот я поднимаю руку и да, Владимир хочет что-то сказать. Ну в общем еще раз, очень просто. Так, теперь попробуем закрыть комнату. Комната закрыта. URL у нее не поменялся, а значит можно переходить по той же ссылке. Но при переходе нас уже не пускают. А у организатора появляется оповещение, что кто-то стоит и стучится. Кстати, плохо, что не пишут ник, а вот это вот абздрсу. Для Росреестр это вполне пригодно, а вот владельцу конференции хотелось бы знать заранее, кто к нему стучится. Так что тут разработчикам минус. Кстати, дать право браузеру, я говорил вначале, лучше отсюда. До запуска конференции. Так, ну и теперь проблема номер раз. Если вы авторизованы в браузере и заходите на xRoom, мне очень понятно, как заново запустить комнату. При попытке зайти в личный кабинет, вы попадаете в личный кабинет. Но запустить комнату вы не можете. Для этого нужен домен, а для заведения домена нужен платный тариф. Замкнутый круг, что делать. Вообще тут много полезных функций, но все они относятся к платной зоне. А вот для работы бесплатно, сейчас разверну экран, вам просто нужно зайти на GoXRoomApp, вводите новое название или перезаходите и далее все, о чем я уже рассказал. Поэтому если вы не собираетесь использовать платные тарифы, вам не нужно регистрироваться, чего-то еще. Ну вот у меня чистый браузер. Заходите сразу на GoXRoomApp, через слэш можно сразу имя комнаты указать и сразу начинаете общаться. Ну то есть приглашаете в эту комнату участников и общаетесь. Если имя комнаты сложное, можно даже заранее эту ссылку и рассылать. Маловероятно, что кто-то ее займет в час икс. Мне кажется удобная штука, не усложненная. Просто запомните GoXRoomApp, и вы всегда имеете под рукой сервис видеоконференций с защищенным протоколом передачи данных. За безопасность, правда, гарантий не даю, не выяснял, но нет повода не доверять. Все любите друг друга, общайтесь. Ад это другие, написал Сартр. Я не согласен, ад это отсутствие других. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать в теплице социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok